Как мы уже определили, не один Новый год у нас не обходится без ёлки. Именно поэтому в нашей студии уже появился гость, с которым мы хотим обсудить это потрясающее дерево. Я готова представить Владимира Капитонова, начальник департамента лесного хозяйства. Доброе утро! Доброе вам утро! Доброе утро! Скажите, вы у себя дома ёлку поставили? Вы знаете, у меня уже, наверное, больше 15 лет искусственная ёлка. Это какой-то осознанный выбор или так просто получается, так удобно? Вы знаете, это, скажем так, что осознанный выбор. И, во-первых, мы больше проводим такую пропаганду о том, чтобы больше естественные ели заменить на искусственные. Да, и в то же время оно как-то и удобно, и комфортно, и хорошо. Ну и у нас уже в семье как-то уже более 15 лет, наверное, мы ставим искусственную ёлку. Ну подождите, а как же запах хвойного дерева? Хармала с языка. Всё у нас находится в голове. Вы знаете, и запах хирург. Ну вот насколько я понимаю, на самом деле вопрос довольно остро стоит в предновогодние дни, в праздники. Каждый пытается, ну скажем, не заплатив ни копеечки, сорвать себе хвойную красавицу и унести её в дом. Вы знаете, скажем так, что буквально ещё в 12-13 год мы составляли протоколы, порядка 100-150 нарушителей было. Ежегодно? Да, ежегодно. Это буквально в декабрь месяц, скажем так. А сейчас эта ситуация намного как бы улучшилась. И на сегодняшний день уже декабрь, почти середина декабря. Не середина, а уже вторая половина декабря. И на сегодняшний день пока ещё ни одного нарушения не выявлено, не обнаружено. Хотя проведено на сегодняшний день уже более 100 рейдов совместно с сотрудниками полиции, лесной охраной. Вот, и патрулирование ведётся практически круглосуточно, и днём, и ночью. Скажите, то есть, позвольте уточнить, не был пойман ни один человек или ни одного дерева не спилили? Ну, скажем так, что нету, не было поймано ни одного человека, но и нету подтверждающих фактов, что были спирены. То есть, пелькух не оставили свежие? Да, да, да. Потому что в основном вся лесная охрана на данный момент, это в основном дежурят в хвойных насаждениях. Ну, скажем так, что ситуация улучшается. Да и законодательство просто уже так намного ужесточённое, и, скажем так, что оно больше соблюдается. Что грозит тому, кто так вот незаконно лесную красавицу прихватит, приватизирует? Вы знаете, нарушение само стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Да, ну и плюс ущербы. Ущерб, скажем так, что крупный ущерб, это от 5 тысяч рублей. От 40 тысяч рублей это особо крупный ущерб. И получается, что от 5 тысяч рублей, в зависимости от диаметра, от количества елей спиленных, да, сумма может составлять от 500 тысяч штраф рублей до 7 лет тюрьмы. То есть пришла и краснокнижная хвойная, решила спилить голубую ель и... Голубая ель развеет краснокнижная? Нет, сейчас соснокрымская, как бы её в этом году исключили, да, из перечня краснокнижных видов. Извините, а вот позвольте, я человек, который, скажем так, деревьям неравнодушен, ваш комментарий, вот ваша точка зрения, правильно сделали? Да, абсолютно правильно, потому что мы с 2014 года, когда перешли в Российскую Федерацию, а в Российской Федерации она включена была в красную книгу Российской Федерации. Соснокрымская, именно Соснопалоса. И у нас появилась масса проблем с проведением противопожарных мероприятий. А в Украине она не была включена? Она не была включена в красную книгу, но, скажем так, что всё зависит от людей самих. Ни одна красная книга, скажем так, что не защищает ни животных, ни растения. Вот, это должны делать сами люди. Поэтому, исключив её из красной книги, это не значит, что её поголовно там начнут рубить, вырубать. Абсолютно ничего такого нет. И это просто связано с противопожарными мероприятиями. Потому что у нас самые горючие леса, у нас из всего процента лесов, скажем так, что 18% это хвойные леса. Из этих 18%, 99% это соснокрымская. Она поэтому соснокрымская, потому что она районированная, она прекрасно растёт в Крыму. Она, вот как по южному берегу, например, она произрастает сама по себе просто шикарно. И практически зарастает все минполосы, которые там... И надо проводить мероприятия. И это создаёт ряд серьёзных проблем. То есть, грубо говоря, удалять слабые деревья, погибшие деревья, создавать между ними промежутки. Совершенно верно. Вот на сегодняшний день, скажем, у нас два лесхоза, это Басчисарайский и Симферопольский, которые занимаются рубкой именно соснокрымской для Нового года. Но она не для Нового года, просто рубки ухода, которые планируются за молодыми насаждениями, мы их проводим под Новый год. Для того, чтобы часть деревьев какая-то поступила людям на Новый год. А вы что считаете, что делать с ёлкой? Покупать искусственную или всё-таки остаться к традиции с настоящей ёлкой? Вот на наш сегодняшний день? Ну, вы знаете, искусственная как-то проще. Один раз купил её и можно оставить. И природа целея будет. Да, и природа целея будет. Большое вам спасибо за ваш интересный рассказ. Я думаю, что люди к вам прислушиваются и будут более внимательны к тому, что будут сотворять правильные или неправильные действия по отношению к зелёным воинам-красавицам. Ну, по крайней мере, мы точно прислушались. Я напоминаю, что в гостях у нас был Владимир Капитонов. Это начальник департамента лесного хозяйства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова